Какую работу ищут предпенсионеры в Татарстане и что им предлагают центры занятости? Всемирная неделя предпринимательства и планы Татарстана, как увеличить долю малого и среднего бизнеса вдвое. Что придумали? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Другое дело, что наблюдается явный дисбаланс. Нужны работодателю рабочие руки, а ждут соискатели с высшим образованием работы для ума. Каждый год в поисках работы приходят в татарстанские центры занятости 3-4 тысячи человек предпенсионного возраста. В этом году работу нашли для 1159 человек. Это примерно 41% от обратившихся предпенсионеров. Были те, кто в 55 лет вдруг захотел заняться своим делом, зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и получили финансовую помощь на бизнес-план для открытия детского кафе-мороженого, производства адресных табличек, электромонтажных работ, розничной торговли и открыли свое парикмахерское. У нас ТОП – это обрабатывающее производство, это строительство, это транспорт. И не случайно большой объем, вот если из тех 46 тысяч вакансий, которые у нас сегодня есть в банке вакансий, те предложения, посмотрите, треть связана с транспортом. Это водители, причем самые разные. Водители пассажирского транспорта, грузового транспорта, водители специализированных машин и специализированных механизмов. То есть вот это та профессия, которая входит в ТОП в части востребованности. Всегда востребована среди предпенсионеров работа воспитателя, нянечки, медсестры, санитарки. В Татарстане ежегодно переобучают примерно 2000 человек, в основном по заявкам крупных предприятий. То есть с гарантированным трудоустройством после такой учебы. Для самого человека она бесплатная. И у нас сегодня КАМАЗ заявился на 528 человек, завод Серго, завод Горького, МУП «Водоканал» в городе Казани на переобучение таких лиц. И в последующем, вот в 2019 году, в целом мы планируем переобучить порядка более 2000 людей предпенсионного возраста. А работодатели уже сегодня начали контролироваться на предмет незаконных увольнений предпенсионеров. Кстати, за это им грозит штраф 200 тысяч рублей. И сегодня мы ведем мониторинг. Их более 9 тысяч в нашем круге внимания. То есть мы поименно знаем всех предпенсионеров, работаем со службами кадров. Если есть сигнал о том, что увольнение, мы, конечно же, связываемся с этим работником. Мы ведем беседу о том, а по какой причине, как, вы, почему. Крупные работодатели, серьезные работодатели, серьезные предприятия, они никогда себе не позволят такие шаги. Потому что, как я уже сказала, это репутационные издержки. Татарстан присоединился ко всемирной неделе предпринимательства, которое в этом году проходит под знаком обмена опытом состоявшихся бизнесменов и начинающих. В Татарстане заявили, что долю малого и среднего бизнеса в экономике республики, а у нас сейчас примерно 24%, намерены увеличить вдвое за счет участия малого бизнеса в госзакупках крупного. Результат того, что крупных и мелких игроков встретят и подружат, надеются увидеть годы через 2-3. Эта идея уже витает, и не только идея, уже есть и закрепленные законодательством определенные квоты, которые закреплены за малым и средним бизнесом. Другой вопрос становится, а может ли малый и средний бизнес участвовать реально. Потому что все равно получается разрыв, все равно получается дополнительное финансирование, которое тяжело малому и среднему бизнесу найти на участие в этих государственных муниципальных программах. Тут еще один есть, скажем, разрез. Одно дело, если участвует торговец, который где-то что-то купил и перепродает. А совершенно другое дело, если участвует сам производитель. Вот тут, наверное, более интересно как раз закреплять эту функцию не просто за малым и средним бизнесом, а за малым и средним бизнесом в сфере производства. То есть не тот, кто продает ложки, а тот, кто производит ложки. К слову о том, что доля малых и средних предпринимателей в экономике страны должна вырасти до 40%, до 25 миллионов человек, первый зампред правительства страны Антон Силуанов заявлял в конце октября в Казани на бизнес-форуме «Перезагрузка». И тогда было сказано, что для поддержки новых малых предприятий в масштабе страны начнется работать отдельный нацпроект. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.